Кадыров помирил Тамаева и Махмудова. Блогер Асхаб Тамаев получил по лицу из-за спора о парковке в Дагестане. Асхаб – уроженец Чечни, но большую часть времени проводит в Москве. Однако на этот раз чеченский Халк заглянул в Дагестан, припарковав свой автомобиль возле торгового центра. Вот именно парковка и принесла Тамаеву большие проблемы. Как выяснилось позже, Асхаб Тамаев оставил свой спорткар на стоянке, но при этом перегородил дорогу нескольким машинам, что очень не понравилось их владельцам. Вот именно парковка и принесла Тамаеву большие проблемы. Пока он закупался в магазинах, возле его автомобиля собралась толпа недовольных мужчин. Потом охранник сообщил Асхабу Тамаеву, что его машина мешает и тот направился на парковку. В сети распространилось видео, снятое во время инцидента. На нем видно, как группа мужчин окружила популярного блогера и бойца по ПММ Асхаба Тамаева. В ходе словесной перепалки у одного из участников спора не выдержали нервы, и он с размаху ударил блогера по лицу. Асхаб Тамаев не стал отвечать на агрессию мужчины и поспешил уехать. Позже блогер записал видео, в котором сказал, что у него диагностировали переломы костей лица. Кроме того, Тамаев пообещал отомстить обидчику за свое избиение. Полиция Махачкалы задержала и доставила в отдел подозреваемого в избиении Тамаева. По появившейся информации, обидчик блогера, чемпион мира по грэпплингу Дибир Махмудов, брат чемпиона России по боксу Шахабаса Махмудова. В отношении 28-летнего жителя Махачкалы, который ударил Тамаева, возбуждено уголовное дело по статье 112 и часть 1 УК РФ об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Асхаб Тамаев прокомментировал задержание Дибира Махмудова. «Лицо у меня уже восстановилось, я чувствую себя очень хорошо. Такие удары я пропускал и во время спаррингов, боев. Дибира и еще двоих хотят посадить на 8 лет. Не вижу никаких причин сажать их в тюрьму. Тем более, что с моей стороны не было претензий в органы, да и в целом. Такие ситуации случаются. Я даже не упал от удара, если бы это был сильный удар, я бы упал. Дибир, держись. И хоть я блогер и так далее. Хоть вы нас ненавидите, но мы вас любим. И большая просьба, друзья, не ссорьтесь в комментах. Это всего лишь мелкий конфликт», — написал Тамаев в социальных сетях. Жена муфтия Дагестана Айна Агамзатова обратилась к участникам конфликта на парковке, блогеру Асхабу Тамаеву и спортсмену Дибиру Махмудову с примирительной речью. Женщина обратила внимание на неправильное поведение обоих фигурантов. Так, по ее мнению, Тамаев украл чужое время, нарушив правила поведения в общественном месте. Махмудов, будучи бойцом-спортсменом, бездумно посягнул на чужое здоровье. Издревле на Кавказе платок женщины, брошенный между двумя мужчинами, даже сражающимися насмерть, мог остановить кровопролитие. Надеюсь, что дух настоящих горцев присутствует в вас обоих. Примите это обращение от женщины, которая годится вам в матери, как платок, брошенный на ваш конфликт, обратилась к ним Гамзатова. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетовал, что некоторые люди пытались раздуть конфликт между чеченским и дагестанским спортсменами Асхабом Тамаевым и Дибиром Махмудовым. Он подчеркнул, что инцидент не красит ни одной из сторон. Я со всей ответственностью заявляю, что после обращения Аины за Ирбековны конфликт можно считать полностью исчерпанным. Чеченские и дагестанские народы всегда свято чтили традиции предков. И мы никому не позволим откровенно пренебрегать этим. Хочу предостеречь тех, кто предпринимает попытки провокации против чеченских и дагестанских водителей на фоне конфликта Тамаева и Махмудова. Подобных случаев в Чеченской республике не наблюдается. У нас на дорогах если кого-то и штрафуют, то только за нарушение ПДД. В этом вопросе нет абсолютно никакого предвзятого отношения. Прочитываю, что не будет и в Дагестане. Развивать эту тему дальше не стоит никому. Конфликт разрешен. К разжиганию межнациональной вражды в нашей республике относятся крайне негативно. Напоминаю всем молодым людям, что, пребывая в гостях, свято необходимо уважать законы и обычаи того региона, в котором находитесь. Также призываю кавказцев постоянно помнить красивые местные традиции и, конечно, наши знаменитые правила гостеприимства, которыми республики Северокавказского федерального округа славились во все времена. И не забывайте, что за разного рода провокации придется держать ответ не только в этой жизни, но и перед Всевышним. Написал Кадыров в своем телеграм-канале. Спасибо, что интересуетесь новостями на нашем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события из жизни Кавказа. Субтитры создавал DimaTorzok